Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях из жизни Гайского округа за прошедшие 7 дней. Вы узнаете прямо сейчас. На днях из Гая отправится посылка в зону СВО. Сейчас квартира, где находится импровизированный склад, заполнена коробками. Гайчане несут сюда медикаменты, продукты, одежду, обувь. А Николай Ковальский, который держит пчел, внес свой вклад – 60 килограммов меда. Сейчас он особенно необходим как десерт и как лекарство. Если вот перерывами какие-то все равно, они отдыхают, где-то спят все равно. Перед этим кружечку чая можно выпить с медком. Поэтому я желаю. Плюс ко всему, можно мед в госпитале тоже сильно хорошо помогает. Потому что чай им все равно. Как не хочешь, а все хотят к чаю что-то. А лучше всего мед. Как сообщила нам организатор сбора, посылки из Гая отправляются ежемесячно. Что особенно нужно сейчас и всегда в зоне СВО. Тушенка, крупы, чай, кофе, макароны, изделия, печенье, конфеты, мед либо варенье в пластмассовой таре. Влажные полотенца, трусы, носки, шапки, перчатки, сигареты, спички, зажигалки, жвачки, бинты, жгуты, кровоостанавливающие. Противоспалительные препараты, противовирусные, обезболивающие, стельки и нательное белье. Также приветствуется финансовая помощь для закупки необходимых медикаментов. В Гайском городском округе отменен режим повышенной готовности. Напомним, он был введен 2 января в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории всего округа в целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций и действовал до особого распоряжения. Так вот, то самое распоряжение опубликовано. Органы управления силы и средства Гайского муниципального звена переведены в режим повседневной деятельности. Гайчане могут сами определить перечень общественных территорий, которые будут благоустроены по муниципальной программе создания комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа в 2024 году. Администрация ждет предложений от жителей округа как оффлайн, так и онлайн. На обсуждение вынесены следующие территории. Сквер на улице Коммунистической, сквер на улице Пионерской, сквер на улице Орской, сквер на улице Молодежной. Бланк заявления можно получить, обратившись в администрацию Гайского городского округа в кабинет номер 116. Кроме того, заявление можно отправить по почте. Бланк заявления можно скачать на сайте администрации Гайского городского округа и отправить с пометкой «Общественная территория». Адрес на вашем экране. В Гае на перекрестке встретились две весты. Черно-белое ДТП произошло возле общежития. Один автомобиль двигался по проспекту Победы, а второй – с улицы Декабристов. Пострадавших нет. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. На пересечении двух дорог в момент аварии как раз не работал светофор. Сейчас же он функционирует в обычном режиме. В Гае 17, 18, 19 и 20 января 2023 года состоятся консультации по капремонту. Граждане смогут написать заявление о реструктуризации задолженности, что дает возможность оплачивать долги в рассрочку на 12 месяцев и сохранить при этом меры социальной поддержки. Также можно сообщить или уточнить данные о квартире или нежилом помещении. Получить выписку по лицевому счету. Получить индивидуальные консультации по вопросам капитального ремонта. При себе необходимо иметь копии правоустанавливающих документов. Обращаться с 10.00 до 16.00 в кабинет номер 114 администрации Гайского городского округа. Глава Гайского городского округа Олег Попунин на своей страничке в соцсетях сообщил о том, что мобилизованные гайчане, проходящие подготовку на полигоне в Нижней Павловке, все новогодние праздники провели вместе со своими семьями. В первый рабочий день мужчин проводили обратно в воинскую часть для продолжения боевого слаживания. Гайские сотрудники полиции в громкоговоритель напомнили местным жителям о самом важном, о простых правилах, которые помогают сохранить жизни. Автоинспекторы зачитали правила дорожного движения и человеческого взаимоуважения. Акция прошла в центре города, возле Дворца культуры Горняков. Машины и пешеходы, которые находились рядом, прослушали короткую лекцию о том, как расшифровывать сигнал светофора, как научить ребенка переходить дорогу. В общем, о том, что вроде бы знают все, но почему-то периодически нарушают. Госавтоинспекция Гайского городского округа предупреждает, переходить дорогу можно только в установленных местах, на пешеходах переходов или на перекрестках, а также там, где есть светофор. Перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности перехода. Лучше всего дождаться, когда проезжая часть будет свободна от транспортных средств. Помните, соблюдение правил дорожного движения – залог сохранения жизни и здоровья. На портале госзакупок идет электронный аукцион на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Орск – границы Республики Башкортостан в Гайском городском округе. Речь идет о разбитом участке, известном в народе как дорога на Акьяр. Начальная цена лота – 2 миллиона 720 тысяч 314 рублей. Источник финансирования – областной бюджет. Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить визуально-инструментальное обследование проезжей части и обочин автомобильной дороги с фиксацией дефектов и составить план дороги. Начало выполнения работ – середина февраля 2023, окончание – 31 мая 2023 года, включая прохождение государственной экспертизы. На портале госзакупок идет электронный аукцион на капитальный ремонт ФАПа в селе Писаревка Гайского городского округа. Начальная цена лота – 2 миллиона рублей. Срок исполнения договора с момента его заключения – до 31 августа 2023 года. Напомним, в 2022 году уже были отремонтированы несколько фельдшерско-акушерских пунктов в Гайском городском округе – в Гайнулино, в Лылово, в Новониколаевке, в Новопетропавловке. В этом году в Гайском городском округе будут две крещенские купели в селе Колпакское на реке Урал и в поселке Херсон в церкви Табынской иконы Божьей Матери. Об этом сообщил глава округа Олег Папунин на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Крещение пройдет в ночь с 18 на 19 января. Для предотвращения несчастных случаев в местах забора воды и крещенских купаний будут дежурить представители оперативных служб, заявил Олег Папунин. Студенты Гайского филиала Орского индустриального колледжа приняли участие в ежегодной акции «Снежный десант». Волонтеры расчистили памятный знак выстоявшим и победившим мертвым и живым, который расположен в центре Гая. Помогали подросткам сотрудники парка, которые на тракторе расчистили перед этим основную массу снега. И в снег, и в зной. Гайчанин Александр Антипов обязательно ходит босиком хотя бы несколько минут в день. Он уверен, ноги нужно держать в холоде, а голову в тепле. В его арсенале множество ритуалов и привычек, благодаря которым Гайчанин уже более 10 лет не обращался к врачам и не пил таблетки. Свою методику оздоровления он называет традиционная медицина. Традиционно наши предки именно так жили. А то, что сейчас современные методы, это буквально 100 лет. То есть таблетки, лекарства, капельницы, какие-то инвазивные процедуры вы отрицаете? Я не отрицаю, я просто говорю, что это название. Есть традиционная медицина, которая всю жизнь тысячи лет, миллионы лет пользуетесь лет. И есть новая официальная медицина, которая всего 100 лет. Которая 100 лет назад не было от того, что сейчас есть. А началось все давным-давно, в те самые времена, когда Александр болел последний раз. Был момент, да, когда доктор сказал, все, вот я тебя лечил, все, дальше не могу, как бы, иди сам еще. Я пошел и сказал, мне повезло с доктором. В принципе, доктор мог бы, я ходил там целый год, платил ему деньги, там, частный доктор, все, хороший доктор на самом деле, все классно. Но он лечил, лечил, один в одну, просто второй, третий, четвертый год ходил, ходил, он говорит, ну все. Я, говорит, все сделал, чумок ты, давай это, уже должен был вылечить. А так нет, иди ищи. Я пошел, начал искать, начал думать и решил себе проблему. Самое сложное, считает он, это убедить себя в том, что твое здоровье – это твоя ответственность. Все это в собственных руках. Все это вопрос собственной воли, собственного выбора. Вот это самое главное, понять, что не кто-то может, какой-то дядя должен меня лечить там. А это мой вопрос. В первую очередь нужно восстановить кислотно-щелочной баланс в организме. Вопрос в том, как. Это и сбалансированное питание, витамины и физическая нагрузка, и здоровый сон, и душевный покой. Если говорить про землю, про хошление босиком, то суть как раз не то, что по снегу ходить, не в закаливании, не в том, что надо холод. Главное, что надо регулярно общаться с землей, как бы контакт с землей должен быть. Заземляться? Заземляться, можно так сказать. И летом, и весной, и зимой? Да, да, да. Раньше Александр увлекался силовыми тренировками, а сейчас занимается по специальной методике. Занятия длятся около 20 минут несколько раз в неделю. А суть простая. Нужно максимально напрячь мышцы. То есть максимально дать нагрузку, чтобы мышцы, например, на ноги делаешь приседания, да? Приседаешь до сих пор, пока падаешь. Но не надо там тысячу приседаний делать. То есть там своя методика, напрягается полностью. А еще он практикует голодание. Иногда сухое голодание. То есть без воды и еды по несколько суток, но исключительно в лечебных целях. Такие пищевые паузы никогда не затягиваются надолго. Рекорды, как это ставить, у меня нет той же цели. Я просто смотрю по самочувствию, как мне, что организм просит. Если он не хочет, то есть он не ест просто. Самый главный секрет, традиционный, как говорит Александр, медицины, это прислушиваться к своему организму. Человек самостоятельно должен понять, что и как нужно делать, чтобы всегда чувствовать себя хорошо. То, что русскому хорошо, для немца смерть. Такая поговорка есть. Каждый человек по-своему, каждый разный. Может быть, мой опыт совершенно не пригодится вам. Вы только можете посмотреть, как я делаю. И попробовать тоже. Получится так? Понравилось? Нет? Надо смотреть, куда сердце идет. Легко должно идти. Понимаю, о чем дело. Если тяжело, где-то что-то больно, неприятно, то это не ваше, не нужно, а еще другие какие-то методики. Этот материал не содержит призывов срочно ходить босиком по морозу или отказаться от еды и воды. Он о бережном отношении к себе и к своему здоровью, как к физическому, так и к ментальному. Татьяна Лакеева, Андрей Корчагин, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok